всем привет с вами эти в этом видео я порекомендую вам топ 5 добавок которые могут помочь при проблемах со сном и это те добавки которые я сам тестировал уже многократные и у которых есть доказательная база которая подтверждает возможное влияние на улучшение качества сна уменьшение периода задержки до засыпания скажем и улучшение продолжительности сна что немаловажно так вот что попало в наш список давайте разберемся первая добавка в нашем списке это магний магний действительно может влиять на качество сна и снижать время до засыпания поскольку он обладает эффектом снижения тревожности а тревожность это именно то что зачастую мешает нам заснуть ну соответственно управление стрессом это очень важно и люди в условиях современного питания зачастую не добирают магний потому что его количество снизилось за последние там 50 лет даже в крупах поэтому рекомендуется почти всем придерживаться дополнительного потребления магния лишним не будет уж точно в каком количестве необходим магний в каких формах на эту тему у меня есть отдельное видео полноценный разбор по магнию вы можете найти его на канале и посмотреть там я разобрал все формы магния которые существуют но точнее порекомендовал какие из них стоит принимать а какие не стоит скажу кратко лучше наверное принимать глицинат если у вас проблемы со сном потому что глицин также будет фигурировать в данном обзоре и принимая магния глицинат вы убьете двух зайцев одним выстрелом единственное что я вам хочу сказать лучше не покупайте его в форме порошка да то есть лучше в капсулах потому что вот этот порошок я купил когда у меня закончились капсулы и капсулу я пил замечательные получал эффекты а вот порошок я пить не могу потому что на вкус он как сода хотя стоил он несколько дешевле поэтому все-таки потратьте чуть побольше и купите себе нормальные капсулы там нормальную форму употребления которые вы сможете придерживаться на постоянной основе магний свободно продается на и херби в описании я приведу вам ссылки на самые выгодные формы и вы можете использовать мой промокод на скидку и приобрести его несколько дешевле переходим к следующей добавки следующая добавка в нашем списке это глицин глицин действительно может уменьшить время до засыпания и улучшить качество сна поскольку он обладает эффектом снижения температуры тела охлаждение очень важно для засыпания потому что но это абсолютно естественный процесс скажем так и в жарких погодных условиях как правило качество сна ухудшается многие это могут заметить на себе поскольку сейчас температура во многих российских городах летом составляет там средняя 40 50 градусов я думаю вы уже замечали до что спится в таких условиях не очень-то хорошо при приеме глицина тело охлаждается естественным образом снижается температура тела и соответственно вы можете более глубоко уснуть и в общем-то в исследованиях фигурирует улучшение качества жизни естественно и улучшение бодрости на следующий день после сна под глицином поэтому стоит эту добавку рассмотреть единственный момент важно выбрать оптимальную дозировку естественно когда мы приобретаем вот в таких формах глицин здесь на таблетку приходится что-то порядка 100 миллиграмм и этого конечно же мало для того чтобы почувствовать те эффекты о которых мы говорим оптимальная доза начинается от 1 грамма и заканчивая тремя граммами то есть вот примерно такой уровень необходим перед сном для того чтобы почувствовать данный эффект и конечно же понадобится либо 10-30 подобных таблеток либо купить в больших дозировках или в виде порошка и принимать таким образом могу сказать от себя что изначально лучше купить дешевую вот за 25 за 30 рублей вот такую пачку и протестировать на себе такие дозировки а потом уже приобрести на хербе пол килограмма этого глицина за 1000 рублей которых вам хватит на полгода вот почему необходимо сначала попробовать какой-то аптечный вариант очень дешевый потому что иногда он может выдать аллергическую реакцию с чем я тоже столкнулся и сделал вывод что в общем-то глицин к сожалению мне не подходит так вот попробуйте принять в этой дозировки принимать течение там недели или двух недель и если у вас все будет нормально то можете приобрести глицин на хербе по моему промокоду со скидкой ссылки на него я укажу в описании можете пользоваться замечательно работает следующая добавка в нашем списке это ашваганда про нее я говорил уже несколько раз это адаптоген растительного происхождения который оказывает влияние на уровне кортизола может тем самым несколько повысить уровень тестостерона ну и субъективно оказывает влияние на качество сна и вообще на состояние тревожности как таковое поэтому обладает эффектом схожим наверное с магнием в чем-то и позволит вам легче уснуть и лучше выспаться естественно но опять же эффекты будут наблюдаться там на длительном промежутке времени как правило вы их точно обнаружите там спустя две-три недели и особых побочных эффектов у ашваганды нет поэтому в очередной раз я на нее потратился приобрел в магазинах добавок потому что на хербе и и приобрести к сожалению не получится так как россия запретила ввоз некоторых добавок с айхерб поэтому тот же мелатонин также приобрести не получится на айхербе но это уже отдельная история отдельная тема для выпуска хочу сказать что на других сайтах по-прежнему можно найти эту добавку например от производителя гималая довольно часто встречается в различных магазинах можете найти приобрести стоит она недорого порядка 400 рублей и и вам хватит на месяц или на два месяца я принимаю по одной капсуле не вижу смысла принимать больше но а вот фирму be first я пока не почувствовал ну вообще никакого эффекта если быть честным гималая работает более ярко не знаю это мое субъективное восприятие для америки и для других стран наверное более удобно более большой выбор производителей и можете заказать разные варианты и протестировать но я остановился на гималайи из доступных на территории российской федерации следующая добавка в нашем списке это мелатонин и на ней наверное надолго останавливаться не стоит описывать как это все работает проще сказать что это наш гормон сна который так или иначе у нас повышается в условиях темного времени суток и благодаря нему в какой-то степени мы засыпаем так вот приобрести можно форме добавок к сожалению как я уже сказал на и хербе найти не получится потому что россия запрещает ввоз но можно найти российских производителей уже локально в каких-то магазинах спортивного питания здесь на территории рф и приобрести единственное что я вам хочу сказать не все понимают как его правильно использовать на самом деле во первых нужно выбирать меньшую дозировку они большую потому что в общем то эффект повышение мелатонина максимально допустимый для организма наблюдался на уровнях потребления 0,3 миллиграмм всего лишь и не нужно принимать 1 или 10 грамм только в каких-то некоторых отдельных случаях но для большинства людей следует придерживаться потребление либо 0,3 миллиграмма либо 0,5 миллиграмма максимум к сожалению я не смог найти эту добавку в таких дозировках потому что это такой маркетинговый ход делать большие дозировки чтобы люди думали что это будет работать лучше по факту для большинства людей такие дозировки не требуются и более того они с большей вероятностью вызывают дополнительные побочные эффекты в некоторых случаях это может вызывать скажем заторможенность на следующий день или такое состояние когда вы не можете проснуться до середины дня это если принимать большие дозы но опять же принимая адекватные дозы вероятность этих побочных эффектов будет меньше и вы своему организму точно никак не навредите так вот как его стоит принимать его стоит принимать как правило за 10-12 часов до середины сна это значит что его необходимо принять примерно за 5-7 часов до момента засыпания если вы хотите заснуть например в 10 часов вечера то принять его необходимо ну как минимум в 4-5 часов дня и таким образом это позволит вам к тому моменту времени уже получить его эффект то есть не стоит его принимать как снотворное средство непосредственно сразу перед сном нужно принимать по такому графику потому что во всех исследованиях последних до где тестировался мелатонин и где пытались допустим получить циркадные сдвиги например при перелетах в новый часовой пояс до или когда у человека имеются нарушения циркадных ритмов везде он принимался именно по такой схеме в таком случае он действительно помогает заснуть и улучшает само собой качество сна там порядка 7 минут примерно в некоторых обзорах фигурирует сокращение периода засыпания и порядка восьми минут увеличения продолжительности сна но это по крайней мере данные одного мета анализа последняя добавка в нашем списке которые стоят сущие копейки это у нас пикамилон вот такая вот маленькая баночка которая продается в российских аптеках свободно а как ни странно на территории америки ее нельзя приобрести но по крайней мере к добавкам она не допущена потому что признали что это не добавка поэтому на херби и купить нельзя а такую категорию как на тропы там не особо котируют но у нас на тропные средства в аптеках довольно популярны соответственно этот пикамилон попадает в категорию ту же самую в какую и попадает например пироцетам то есть вроде бы лекарственное средство но продается практически свободно до в редких случаях каких-то где-то может быть у вас попросит рецепт но я на такой не натыкался как правило все на тропы практически доступные на территории рф в аптеках можно купить без рецепта и стоит сущие копейки там что-то но не более по моему 100 рублей или сто с небольшим примерно так да в общем в чем смысл работы улучшает мозговой кровоток работает как гамк то есть как гамма аминомасляная кислота и можно сказать что это аналог габы и никотинки одновременно потому что структура скажем имеет в себе как компонент габы так и компонент никотиновой кислоты по своей структуре поэтому чисто теоретически пикамилон с большей вероятностью пересекает гэб и может воздействовать на мозг поэтому стоит принимать форме пикамилона а добавку габа я уже не котирую думаю что не имеет никакого смысла после того как узнал про нее и на практике эффект ощущается очень заметно многим при каких-либо неврологических заболеваниях в общем-то выписывали пикамилон и все прекрасно знают что на нем легче реально заснуть поэтому я принимаю пикамилон по одной таблетки не вижу смысла принимать больше потому что у меня начинает болеть голова ну допустим от двух таблеток хотя может быть мой мозг просто на тот момент времени не был к такому привык и стоит попробовать повысить дозировку но в общем-то не вижу смысла потому что я добился улучшения качества сна без него как только он заканчивается я живу без него там неделю или две спится не так хорошо вот что я могу сказать естественно доказательной базы у пикамилона никакой нет но есть эмпирический опыт некоторых людей которые его применяли этим тоже можно пользоваться принимать эти добавки стоит ознакомившись с противопоказаниями которые указаны обратив внимание на побочные эффекты которые могут возникнуть и ни в коем случае не рекомендую начинать их принимать все сразу как я уже сказал начинаете принимать одну добавку следите за своим состоянием одну или две недели потом подключаете вторую добавку и также следите за своим состоянием некоторый период времени и тогда вы поймете какая именно добавка дала вам определенные побочные эффекты сможете от нее отказаться если вы начнете принимать все сразу и у вас что-то вылезет какая-нибудь краснота или что-то еще вам придется отказываться от всего сразу вот поэтому именно такой метод вам подойдет многие наверное скажут что какой-нибудь фенибут может заменить весь этот список добавок или какой-нибудь антигистаминное средство которое тоже стоит копейки но рубрика во первых добавки во вторых некоторые из этих добавок оправданы с точки зрения воздействия на другие составляющие нашего здоровья например тот же мелатонин обладает подобным эффектом магний то есть все они по сути будут влиять не только на качество сна и не только обладать эффектом для лечения бессонницы но и приносить дополнительную пользу в принципе на этом все с вами был ети до новых встреч